Привет всем! Это совместное видео с Мартой Барановой. Мы сегодня поговорим о том, за что мы любим Фаберлик. Я вот здесь положила такой гибрид лимона с мандарином. Не совсем точно передается цвет, потому что вот эта коробочка, она более фиолетовая, здесь такой холодный фиолетовый. В общем, цвета передаются не совсем правильно. Это то, за что я не очень люблю видео. К сожалению, мониторы тоже у всех настроены по-разному, и поэтому передать точно цвет, это надо либо тебе посчастливилось так передать, либо надо очень-очень сильно стараться, подлавливать, как это будет смотреться все в естественном свете, в искусственном, насколько точно. Но, в общем, цвет передачи не совсем точно. Лимончик вот этот вот, он ярко, лимонно такой желтый, но здесь вот почему-то он отдает в оранжевое. Итак, я принимала участие в конкурсе, который проводила компания Фаберлик в своей группе ВКонтакте. Всем подписчицам и тем, кто пользуется этой косметикой, было предложено сделать макияж стиле секрет-стори. Я, разумеется, сделала и, разумеется, вышла в финал. Было заявлено, что победители выигрывают приз в размере трех тысяч рублей, и на эту сумму они могут набрать косметики любой, которую они хотят, которая им нравится и которая им полюбилась. Кстати, девочки, кто особенно новички, вообще никогда не стесняйтесь участвовать в таких конкурсах. Пусть это будет не очень, может быть, удачно первый раз. Вы сделайте обязательно выводы, не нужно расстраиваться, если вы ничего не заняли, ни в коем случае не нужно расстраиваться, уж тем более там поносить компанию. Там совершенно беспристрастные люди. Красиво? Окей, некрасиво. Вот, ну, им всем показалось, например, некрасиво. Не вышли вы в финал. Но это не должно ни в коем случае отражаться на вашем мироощущении, миропонимании и собственной самооценке. Если что-то не получилось, значит, нужно просто немного поработать. Посмотреть работы выигравшие, попытаться понять, почему они. И тогда, вполне возможно, вам повезет. Самое главное, не расстраивайтесь и верьте в себя. И пусть какие-то такие мелкие проблемы ни в коем случае не влияют на то, что вы будете, там, печальнее хотя бы, там, на один процент. Итак, это первые две мастхевные штучки, которые я очень люблю и которые я вообще просто реально не могу без них жить. Первый это сушка, она же уход, она действительно сушит лак, она действительно ухаживает за кутикулой, которая расположена вокруг вашего ногтя. И я рекомендую ее, я правда рекомендую обратить на нее внимание. В крайнем случае, я вот серьезно говорю, если, может быть, ухаживает она однозначно, потому что это масла, они летучие, поэтому быстрее сохнет. И эта баночка, после того, как закончится сушка, даже если вдруг этикетка отклеится, поверьте мне, она вам может прослужить просто еще очень-очень долго, если вы можете просто наполнить ее, там, любым маслом и также ухаживать за кутикулой. То есть, такая хорошая штука получается. Не только просто вот уход в данный момент, а потом мы просто эту баночку выбрасываем, эту баночку с пипеткой. Вы можете использовать много раз. Вот пипеточка. Вот такая она хорошенькая, малюсенькая. Вот просто я беру ее в руки, чтобы вы увидели, какая она крошечная. И вторая штучка, это такая уходовая, маникюрная. Сейчас покажу, как она выглядит. В ней есть вот такая вот штучка специальная для того, чтобы обрезать кутикулу. Вот раз. То есть, вот так она выглядит в разобранном виде. И здесь вы видите также наконечник, который пропитан маслом. Тоже штучка многоразовая. То есть, вы можете отделить этот наконечник и также дополнительно добавить масло. И все это будет работать дальше. В принципе, такой штучки хватает надолго. Вот здесь вы можете подправлять вот этой частью тоже также кутикулу после того, как вы ее размягчили. В общем, вот получается, да, вы приобретаете два продукта, вот. Но в то же время практически полный уходовый комплекс за ногтями. Здесь нужно только пилочку. Все. Все остальное, я думаю, что уже есть. Просто вот в этих вот всего-навсего двух продуктах. Я уже делала обзор на этот косметический продукт. Ссылочку я оставлю внизу. Я рекомендую его всем, кто хочет по-быстрому омолодиться перед началом лета. Работает продукт. Я в предыдущем видео, которое я снимала давненько, может быть и осенью, а может быть даже летом, я подробно рассказывала, как он работает и что и как. В общем, если вам интересно, проходите и посмотрите. Я приобретаю его ориентировочно, наверное, может быть, третий или четвертый раз. А может быть, даже пятый. Ну, то есть, когда я всерьез уже задумалась о том, что нужно ухаживать за кожей, что нужно какие-то дополнительные делать процедуры, какие-то дополнительные манипуляции, я ни в коей мере не хочу отговаривать вас ходить к косметологу, но такой пилинг дома, вообще-то трехэтапная система, я думаю, каждая девушка должна иметь. Водостойкая тушь и подводка. Подводка, между прочим, тоже водостойкая. Скоро лето, скоро дожди, может быть, влажно и сыро. Вот эти продукты, они действительно не размажутся под вашими глазами. Я уже тестировала, тестировала достаточно жестко, и я могу сказать, что даже если вы нарисовали на руке вот этой подводкой, и если вы просто принимаете ванну, нормально, не так вот как-то, если вы там бережете, да, вашу руку, а если вы просто, не знаю, занырнули в ванну, вообще там помылись, как вообще все нормальные люди моются в ванну, все равно, если вы не будете тереть, конечно, это место мочалкой, эта подводка будет оставаться на месте. Я отвечаю за свои слова, и, девочки, имейте в виду, пожалуйста. Я еще сейчас покажу, как выглядит щеточка в туши. Она тоже, кстати, водостойкая. Обычным молочком и мицеллярной водой, вообще, то есть стандартными средствами, убрать ее достаточно непросто. Поэтому пользуйтесь, когда действительно есть такая необходимость, когда вы должны выглядеть на все 100%. Она не добавляет объема. Она добавляет чуть-чуть длины, и она, ну, как бы, длина и разделение плюс водостойкая. То есть вот эта тушина именно такая. Вот вы видите такую, как бы бантиком щеточку. Вот так она выглядит. И у меня сложилось ощущение, что продукта маловато. Я не знаю, почему у меня сложилось такое ощущение, но сложилось. Вот. Нужно было сделать много манипуляций, прежде чем вообще на ресницах что-то появилось. А вообще потом ничего, разошлась она вроде. Все хорошо. Два тонирующих средства. Это двойной агент и СС-крем. Вторая кожа. Хорошие тональные средства. Значит, почему двойной агент? Здесь 15, если я не ошибаюсь, миллилитров. Один объем. То есть здесь по два. Да, два по 15. То есть итого 30. Ну, выглядит достаточно объемно. Не знаю, насколько хватит, потом обязательно расскажу. И вот такой СС-крем. Они работают как по отдельности, так и вместе. Они хорошо держатся, они стойкие. Но сейчас для стойкости очень благоприятное время. В данный момент просто вообще никаких нареканий. Все отлично, все хорошо. Мейк продержался весь день без каких бы то ни было дополнительных средств. То есть вот я использовала базу. И да, вот здесь вот база. Видите, во второй штучке, которая белая. Выравнивающая база. Да, есть лифтинг эффект. Однозначно есть. Это не сказка. И СС-крем. Какие-то сложные моменты не перекрывает. То есть я советую обратиться к более плотному покрывающему какому-то продукту, да, если у вас есть проблемные зоны. В целом я могла бы рекомендовать. Во-первых, потому что это недорого. Это бюджетно, но из серии. Вот знаете, такое ощущение, что это такой вот бюджет, который лучше некоторых люксов. Вот. Это без всякого пафоса, я вам могу сказать. И без того, что я попала в финал конкурса. Вообще многие знают. Вот те, кто меня знает, они точно скажут, что я никогда не похвалю просто так. То есть если я говорю, что да, нормально, значит это действительно нормально. Если я говорю, что это хорошо, значит это действительно хорошо. У меня пока еще ни разу так не было, что я бы что-то посоветовала своим знакомым, там вот, из близкого окружения людям. И они потом бы сказали, ой, ты там посоветовала какую-то ерунду. Нет. Это действительно стоит того, чтобы это иметь в косметичке. И я это взяла себе в личное пользование. Попользуюсь подольше, повизажирую, и мы наверняка откроем еще какие-то интересные возможности. Вот относительно SPF, уже многие говорили, что SPF 15, он совершенно без толков. Поэтому, мне кажется, лучше либо вообще его не добавлять, либо если вы его добавляете, то делайте хотя бы там 25, или, ну, конечно, мечтать не вредно, там, ближе к 30, но SPF, там, 10, 15 и так далее, он совершенно не работает. Это очень мало. Я думаю, производитель косметики это знает не хуже меня. Это крем для ног. Вот. Вроде бы сказали, что идеально было бы намазать ноги и одеть сверху носочки. Вот. Тогда он вроде как лучше работает. Вообще, я не особо, как бы, запускаю свои ноги, поэтому какие-то такие кардинальные меры, как носки с кислотой, которые там, желательно еще там, распарить ноги, потом еще одеть эти носки, чтобы у вас там отвалилась кожа, у меня не такой вариант. Я пока не готова морально вообще к таким манипуляциям с собой. Хотя, конечно, очень интересно и хочется поэкспериментировать. Но пока вот такие щадящие методы, щадящие средства, и я думаю, как бы все будет в порядке, потому что я использовала его примерно, может быть, год назад или там два года назад. Ну вот, решила сейчас, ближе к лету, опять снова к такому средству вернуться. Вот, совершенно не жалею. Средство хорошее. Вот, чего и вам желаю. То есть, если вы хотите за собой поухаживать, Фаберлик, это действительно марка, которая, как же вам объяснить-то вот по ощущениям. Я больше такой головастик по жизни. Режиссер вообще изначально театральный, привыкла думать головой, а не чувствовать сердцем. А вот относительно Фаберлика хотелось бы сказать, что когда я пришла в их группу, когда я увидела там ориентировочно 150 тысяч подписчиков, это больше, чем у всех сетевых марок, включая там Reflame, Avon и прочих. Когда я увидела вот это действительно огромное количество людей, когда я увидела эту оживленную стену, там, африканские страсти, которые там иногда кипят по поводу того или иного продукта, я поняла, что это какой-то такой вот единодействующий, живой организм. Вконтакте, который сейчас так вот немного тухло местами выглядит, вот это было таким, знаете, интересным моментом, я очень удивилась, и я действительно там иногда тоже сама что-то пишу. И, кстати, спасибо конкурсу, потому что я познакомилась с некоторыми девочками, и мы с ними подружились. Кстати, любой конкурс это еще вот такой вот положительный момент, вне зависимости от того, какие места вы там занимаете, и вне зависимости от того, какого ранга этот конкурс, либо он там суперпрофессиональный, либо вот он такой совершенно простой. Да, вроде бы косметика для жизни, вроде бы косметика для обычных женщин, но не так там все просто, скажу вам, там бывает очень интересно. Черный карандашик Secret Touch и помада, это из новинок, оттенок, сейчас секундочку, ну вот вы его видите. Вот такой вот совершенно потрясающий цвет. Карандаш великолепно работает в зоне прокрашивания межресничного пространства, и я его полюбила, вообще буквально с первых дней, как только с ним познакомилась. Помада просто великолепна. Я бываю иногда на канале Фаберлика, и я слышала, как директор же сама рассказывала, как они ездили в Италию, где им там придумали море помад, море текстур, и когда она, и еще, по-моему, какой-то один представитель компании, были вынуждены просто вот все это тестировать на себе, то есть накрасили, поели, попили, походили, и они вот таким методом проб именно директора на себе проверяли эти помады. Поэтому вот из последних помад Фаберликовских я вам рекомендую вообще просто хотя бы что-то приобрести, чтобы у вас была возможность сравнить. Не хотелось бы, конечно, говорить каких-то пафосных слов, но это что-то шедевральное, девчонки, это реально. Там и уходовый комплекс, и цвет. Насчет стойкости, опять же, задавайте вопросы, мы можем перейти в этот профессиональный пласт, и обсудить, что такое стойкость, и за счет чего она происходит вообще, и за счет чего косметика держится на вашем лице. Я думаю, это вообще интересно не только профессионалам, но и просто обычным девушкам, обычным женщинам. Поэтому вот эти два продукта окей, я ими довольна совершенно, я их, можно сказать, что даже нежно и преданно люблю. Относительно помады, я немножко пролетела с оттенком, то есть она для меня слишком светлая, но у меня есть бенетинт, я просто добавляю его на губы, и в один слой помада, уже смешиваясь с пигментом бенетинта, дает мне совершенно новый оттенок. Если что-то не так, можно еще бенетинт нанести сверху. Вот еще два средства. Я бы хотела обратить внимание тех, у кого проблемная кожа. У меня не проблемная кожа, я взяла это не себе. Я взяла это модели, которая мне помогла выиграть этот приз. И здесь даже, по-моему, если я не ошибаюсь, идут какие-то тонирующие моменты в этом креме. Но я его не открываю, я не могу показать вам, что внутри, потому что это в подарок, и это, соответственно, поэтому закрыто, и я даже не буду открывать эту коробочку. Пудра Дебора. Милана. Это вот Милана написано не потому, что вот тут оно написано, а действительно компания Фаберлик сотрудничает с итальянскими производителями, и из тех пудр, которыми я пользовалась на данный момент, а это именно транспарантная пудра, то есть легкая, невесомая, бесцветная вуаль, которая будет держать ваш макияж, и она действительно будет сдержать ваш макияж. Что-то близкое я видела только в Make Up For Ever. Вот, ни больше, ни меньше. То есть качество великолепнейшее. Пигменты светоотражающие, они настолько мелкие, что вот когда ты в этом разбираешься, ты видишь вот эти мельчайшие пигменты, а когда ты в этом не разбираешься, ты видишь сияние просто. То есть легкое сияние на коже. Продукт великолепный. Я приобрела по цене склада, поскольку я являюсь подписчиком. И, кстати, кто еще не подписан, и хотел бы, не знаю, от меня получать какие-то консультации, либо вообще просто попробовать эту косметику, я оставлю внизу в инфобоксе ссылку. Вы можете пройти, и зарегистрировавшись, потому что тогда уже автоматически продукты станут для вас стоить дешевле, как только вы зарегистрируетесь. Вы сможете это все примерить на себя. И я думаю, вы будете приятно удивлены. И может быть даже ошарашены. Потому что лично я пошла и возобновила свою регистрацию, и попробовала продукты, когда я увидела девушку достаточно взрослую. Ей было за 30 в тот момент, и она в солнечный день села передо мной без косметики. Я посмотрела на нее и поняла, что у нее кожа как у 15-летней. Я говорю, так, стоп, это что? Она говорит, да нет, все нормально, я вот умылась и побежала. Прошло 3 дня, мысль о ее коже не шла вообще из моей головы. Я потом уже позвонила, говорю, так, если ты не хочешь, чтобы я тебя просто начала пытать, ты мне вот скажи на самом деле, что она сказала. Вот она, кислоты. Вот. Именно вот она говорит, я попробовала эту трехступенчатую систему. И кожа, да, да, кожа тут же отреагировала. И я, поскольку работаю с моделями, я кожу 15-летней девочки могу отличить от кожи 18-летней, там, и 20-летней девочки. То есть у нее была совершенно потрясающая кожа. И настолько потрясающая, что я не могла это не увидеть и не поинтересоваться. Вот после этого я пошла и подписалась. Что бы кто ни говорил про сетевой маркетинг, в любом случае это как бы разновидность, да, компания Фаберлик. Но я могу сказать, вас никто не будет доставать звонками, как это делают некоторые банки. Вас никто не будет там зазывать куда-то, куда вам не нужно. Вы можете отписаться от всего этого в 3.15 и брать только то, что вам необходимо. Никакого прессинга, никаких каталогов там навязывания, как это есть, например, в Reflame, кстати, на секунду. Вот, когда говорят, да, вот, еще купите 15 каталогов там по столько-то рублей. Вот, знаете, я была подписана. И брала, и покупала, и вот никаких там супер денег не увидела. Увидела только нарекания со стороны своих друзей относительно качества продукции. Это было давно, вполне возможно, сейчас все изменилось. Относительно вот этой истории с Reflame, у меня есть даже статья на моем сайте, я тоже оставлю ссылку, у меня, наверное, сегодня будет очень-очень много ссылок под видео. Но что поделаешь, если мне есть чем поделиться с вами, мои дорогие. Вот эту систему я рекомендую девушкам за 40, либо за 30, 35, у которых руки нуждаются действительно уже в какой-то серьезной процедуре, в каком-то серьезном уже вмешательстве косметическом. Молодым девочкам я не рекомендовала бы этот продукт, потому что ну, они молодые, у них и так кожа обновляется очень быстро. Не нужно подсаживаться на продукты, которые вам не подходят по возрасту. А вот девушкам постарше, особенно у которых кожа на руках склонна к сухости, либо уже просто, вот в силу возраста, как у меня, мне 46 лет, кстати, ни от кого не скрываю. Еще летом мне предлагали эту историю попробовать, но вот сейчас именно под то, что это подарок, я участвовала в конкурсе. Кстати, да, там приз был на 3000, но в итоге приз получился на 2200 и 1000 с чем-то я доплатила. То есть вот все, что вы увидели, это также покупки в пределах трех с небольшим тысяч рублей. Я, поскольку являюсь косметическим маньяком таким в тяжелой форме, я все-таки ставлю себе ограничения и финансовые в первую очередь, и не потому, что как бы есть эти ограничения, а потому, чтобы вот просто, чтобы не несло во все стороны, потому что все хочется попробовать, все хочется на себя примерить. Относительно вот этой системы только самые лучшие вообще ощущения и потрясающий совершенно крем-перчатка, это третий шаг. То есть первый шаг, это также кислота, второй шаг, это скраб. Он отличается от микродимбразийного пилинга из серианы кислоты, потому что скрабирующие частички недостаточно крупные, более-таки острые. Крем-жидкая перчатка, я вчера протестировала, аромат держался на коже порядка 20 часов после этого крема. Я думаю, это даже для профессионалов интересно, потому что когда вот, ну я думаю, ну ладно, там как обычно, максимум нет. Порядка 20 часов я засекала. Ну я, конечно, там не копала на огороде картошку, там не мыла руки каждые там 15 минут. Я просто вот именно намазала и просто ждала момента, когда вот запах испарится. То есть через 20 часов он еще все продолжал как бы звучать. То есть он был на руках. Это уже тоже, я думаю, говорит о достаточно серьезном качестве косметики Фаберлик. Поэтому, если вам что-то интересно, я не знаю всю продукцию каталога, но то, что я знаю, я расскажу в мельчайших деталях и подробностях. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайки, мои дорогие. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их, не стесняйтесь. Фаберлику хотелось бы еще раз сказать спасибо за конкурс, спасибо за призы действительно тем, кто предан вашей компании и тем, кому косметика вашей компании интересна, разумеется. И вообще, давайте дружить, давайте общаться. Всего хорошего, до новых встреч. Пока-пока. С вами была, кстати, Ольга Швец. Я, между прочим, не представилась, по-моему. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok